привет здесь можно задать вашему мужчине семь вопросов насколько его к вам тянет это картрин арман и такой расклад называется чакровый мы посмотрим насколько его его тянет к вам на всех уровнях духовных материальных и так далее расклад конечно актуален тогда когда его нашли и здесь будет 7 отдельных характеристик мужчины насколько мужчину к вам тянет карта собака эта характеристика первые чакры в общем то в отношениях это материальная чакла чакра самое главное его к вам действительно тянет собака это конечно тянет да и коса вот тянет страстно до срочно нужно сами знаете что не буду озвучивать дословно потому что когда от перестает ставь становиться тайна это уже не интересно на каком уровне его тянет 1 чакра 1 энергетический центр и гора и там у вас в этом плане есть препятствие может быть вы или в разлуке или же не можете видеть друг друга так часто как хочется но там есть препятствие его тянет к вам на первом уровне это первая чакра но часто это знаете на на желание все и заканчивается если предсказатель карту не видел ее не нужно брать я как раз смотрела на карту гора и не увидела что там какой-то звук был не знаю что поэтому смотрим дальше вторая чарта чакра это вообще чакра изобилия вторая чакра она тоже материальная с одной стороны на 2 это слияние духовного и материального это тоже денежная чакра то чакра интереса в общем если так двумя словами сказать час чакра интереса к жизни ключ кольцо и ребенок ребенок это все время по-новому кольцо то очень тянет вот это притяжение самое главное если это притяжение есть на уровне 2 чакры даже минуя уровень 1 это самое главное тогда вот сто процентов у вас настоящая любовь и вам быть вместе здесь очень сильное притяжение всеми всегда по-новому его тянет на уровне 2 чакры это чакра изобилие это слияние духовного материального это самое главное чакра если говорить о местоположении три пальца под пупком это в общем центр как витру вену леонардо да винчи это центр человека это центр жизни оттуда человек черпая динамо машину своей энергии общем так двух словах у меня есть очень подробные характеристики каждый чакра я на ютюбе очень давно у меня тысячи тысячи видео я здесь не буду это все объяснять но скажу 2 чакра потому что судя потому что я знаю но у меня знание очень глубокие в этом плане его очень тянет это самое главное чакра в человеке минуя первую чакру в первой чакре там гора там есть сложности там материальном плане есть может между вами может финансовые проблемы ссоры за денег или никак не можете определиться что-то в быту не так какие-то помехи со стороны родственников первая чакра тоже родственники да вот там а гора и какие-то скандалы карта коса и собака то миримся то ссоримся качели кто-то даже в треугольнике так вот вторая чакра замечательная это волшебная вторая чакра особенно да это правильное притяжение и она у вас и у него очень сильно тянет его на вторую чакру очень сильно значит он ваш человек и так третья чакра 3 чакра это чакра смелости опасная для отношений можно положить ладони над пупком под ребрами так и там депресс и кашлянуть вот там где будет эпицентр там где вы кашлянете там и есть третья чакра называется солнечное сплетение да это чакра смелости силы храбрости и она очень мешает отношениям часто если у кого-то из партнеров это чакра не гармонизирована она воинственно тоже то есть агрессивно когда в испуге тогда воинственно тогда ссоры это плохо когда это чакра у мужчины активно настроена против вас сейчас посмотрим возьмем карты лилия очень хорошая кстати карта гармонии книга и мужчина смотрите мужчина здесь может быть что у него именно рот по мужской линии там очень активен если вы с мужчиной ссорить если он агрессивен у него есть агрессия родовая в этой чакре но он может с этим справиться лилия он может побороть этот зов крови да и может гармонизовать эту чакру ему именно на 3 чакра нужно работать ну что лилия то есть надежда на то что все будет хорошо что гармонизируется это чакра что он будет себя вести по-человечески но иногда вот как-то троюродный дедушка скажем да кто-то у него в роду был агрессивен по роду книга это род и мужчинам мужчины в роду передали ему агрессивный ген и это конечно ну для вас не не хорошо может он иногда бывает агрессивен вы не понимаете без причины просто так но как мы знаем ничего не бывает без причины это его родовая агрессия и она именно мешает им его тянет да и здесь тоже тянет к вам книга это именно притяжение родовое притяжение но его тянет к вам чтобы вымести свою злость на вас понимаете это нехорошее притяжение нет но притяжение здесь тоже есть но ему с этой чакры нужно начинать крысы это я уже четвертую рассматривает так 4 чакра это а чакра сердца но это любовь это полнота чувств вообще сердце она перегоняет крови но очищает от негатива да а чисто метафорически вы понимаете поэтому сердце могут быть любые чувства и злости ненависть и жадности и доброта и любовь и и все самое лучшее от самого лучшего до самого хуже он я вижу крысы уже сами себя показали а эти карты и интуитивно беру солнце якорь и крысы понимаете но вот здесь вот крысы едят вот какой-то сало который очень похоже на книгу судьбы да то есть какие-то издержки и убытки касательно здесь страх бедности здесь к эта программа на на нищету потому что крысы они же вы теряете из потери то есть это программа какая-то генетическая программа на нищету у него есть и она у него в сердце вот у нас сердце сжимается нужно кошелек открывает на сердце сжимается вот это признак того что у него есть программа на нищету родовая программа на нищету он очень переживай якорь там вот где не надо он бережливый а там где надо быть бережливым он наоборот он себя ведет как крыса подло нагло эгоист на себя тратить конечно ему не жалко но и карта солнце говорит об эгоизме сердечная чакра у него забита этими крысами она у него забита крысами у него там эгоизм повышенный что тянет его но солнце тянет 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 солнце тянет всего солнце то же самое большой магнит солнечной системы понимаете но к земле там и ближе то то есть солнце то тянет на земля то ближе поэтому гравитация сильнее лавитации лавитация солнечное притяжение гравитация земное но его тянет земному потому что крыса это его жадность это его злость нервность за желание вот знаете сделать как-то так из-под тишка подлости это крыс это когда делается подлость из-под тишка вот тянет больше к себе в сердце чем к вам это у нас пятая чакра чакра голоса развилка клевер и карта плетки интересный расклад получается да интересно расклад вырисовывается просто как по нотам и голос ну понимаете не всегда говорит то что нужно часто наоборот вот хотели как лучше сделали как всегда вот это чакра голоса у него открыл рот а что туда вылетела вы думаете это что такое но вот это он такой внутри что туда вылетела что не скроешь правду карта развилка это ему нельзя доверять он ляпать может угодно языком но то что сказано то не вы не вырубишь топором и обида она на всю жизнь сказаны до клевер вот он натурально так себе ведет для 1 раз и ляпнул то открытие то закрытие дорог кто с вами то без вас пойми попробуй все время разные вам дает посылы разные намеки и плетки но голосом он может ругаться он может быть очень сварливый человек не отвечает за свои слова до чакра голоса не отвечает за свои слова давайте я буду еще делать конечно я 7 делать буду раскладом на просуммируем хорошо что вторая чакра очень гармоничная потому что все другие чакры они требуют его коррекции и оставлять желать лучшего до скандалить сможет или предки его или родственники ну скандалы плетки скандалы развилки то скандал это даже может быть и привороты всякие проклятие вот голосом плетки проклятие и карта на раздорожье это может даже кладбищенская магия что черные заговоры какие-то шаманские нечистой силы есть шаманы нечистой силы конечно в общем что-то что-то связано либо у него в роду были такие шаманы здесь карта рода конечно по мужской линии вот именно и так это вот так называемый третий глаз или чакра ума да вот тянет его к вам умом или нет сад птицы и тучи тучу не всегда он думает правильно очень часто он подвержен чужому мнению что тучи то найти кто-то замылил его сознание кому-то выгодно было ему что внушить навязать и вот на этом что ему внушили навязали он часто едет то есть он повторяет чужие слова где-то услышал он показалось что умная да он хочет показаться умным поэтому повторяя чужую глупостью понимаете сами человек который повторяет чужую глупость он не очень умный птица это именно услышал какие-то сплетни наговоры в общем третий глаз же это же духовная чакра но она у него забита она у него сад и птицы люди сад это люди другие лица третьи лица на таком бытовом или глобальном уровне третий лица забили ему голову какой-то зомбо ящик он слушает или человека кого-то он слушает ну и думаешь человек умнее его поэтому повторяет его глупости и вы вообще иногда в ступор ходите что он для поэта вот так что у него конечно неосознанность сильная он ниже вас по осознанности намного ниже ну знаете чакра и расклад все показывает да а мог бы а мог бы быть вам шикарной парой потому что вторая чакра самая главная его гармоничная но вот не подтягивает он другие центры никак не подтянет их до сад это другие люди он подверженных мнению и часто у него замыленное сознание запудренной мозги но это иногда бывает от того что человека под влиянием находится находится под энергетическом злостным негативным влиянием кого-то вот такие дела давайте будем смотреть теперь духовную чакру это макушка головы это связь с духовным с богом с творцом и я буду делать раз два три три карта вот так выкладят выкладывать потому что этот расклад тоже как магия я светлый маг и может быть мы сможем вызвать его душу здесь и направить его на путь истины да поэтому я заговариваю на то чтобы он ну более осознанным что ли стал и таким образом с вами лучше отношения были это чакра духовная 7 у нас здесь первая карта это лиса вторая карта это звезды и третья карта медведь очень хорошо действительно расклад показал но я делаю знать я себе диагностику делаю так смогла ли я здесь помочь вам и вашей личной жизни чтобы вы мне были счастливы и богаты смогла я смогла как обычно нелегкая работа но смогла ну хорошо потому что звезды и медведь и лиса это хорошая карта лиса это говорится что есть лисы мы только что не говорили но мы их победили с вами здесь потому что в таком раскладе как обычно в раскладах что всю масть перекроет и лису и вот в тучи перекрывает две карты последние леса и тучи перекрывает две карты вот здесь эти это звезды это медведь так что в принципе все возможно он сказать они безнадежные небезнадежные звезды это то что звездам угодно что вы высшие силы не не оставили его в покое они продолжают над ним работать звездам удобно угодно и удобно он не безнадежно это сто процентов но он вышел сам как вы видите в 3 чакре вот 3 вообще-то мужская чакра так что в общем то он совсем не безнадежные наверное духи рода за него молятся потому что лили это молитва духов рода а карта книга это именно духи и по мужской линии молиться за него здесь же у нас и солнце мужская карта и звезды так что вот его звезда да у каждого на свои звезда нее проекция есть на земле там где мы есть наш внутренний космос она у него еще требует развития он еще по своим дорогам не совсем ходит правильно ходит все время по одной туда-сюда и не всегда верно и поэтому и ляпает лишнее делает не то что нужно но он исправим потому что звезды это именно исправим мужчина исправим но и карта медведь говорит что как вот высшая сила до медведь именно здесь потому что идет речь о седьмой чакре высшего сознания а вот и здесь карта медведь именно так и представляется что высшие силы его ведут к лучшему как говорится к лучшей версии себя мужчина сейчас трансформируется он идет к лучшей версии себя а это значит что в общем он готов идти своим путем леса ведь это хорошая карта да если в компании звезд и медведя так что здесь он идет лучшей версии себя и вполне возможно что скоро вы будете удивлены насколько у меняется в лучшую сторону но если есть желание вспомнить этот расклад и знаете что это не просто так а этот расклад действительно ему помог ведь это работаем медитационная молитвенная работа понимаете да сами поэтому он начнет просыпаться именно свой путь по лисе начинает осознавать звезды это осознание прояснение пути звезды и еще одна звезда звезда солнце для нас самая сильная звезда это осознание прояснение пути понятия прояснения того что правда а что ложь и там где правда там там вы там вторая чакра так что притяжение к вам у него сильнейшая будет она будет улучшаться меняться в лучшую сторону мы медведь говорит что конечно же в вашей паре есть будущее так хотят вашей силы но как уже вы и он распорядитесь но много же от нас зависит мы делаем только один шаг вперед назад в сторону влево вправо и уже от этого меняется все будущее вот так мои дорогие так что желательно вот топать ножками ведь он по золотой дорожке золотая потому что солнце внизу и золотая дорожка он топает своими ножками надеемся что вы будете топать вместе по одной дорожке и шаг будете делать в правильном направлении ну а мужчина тоже ищет может работу новую здесь уже на другую тему здесь можно долго считать крыса может он или работу потерял или ему не нравится зарплата якорь и солнце он найдет лучшую работу книга может где-то поищет что-то или в другом месте в другой стране она будет с ним легче жить он по звездам станет довольно успешным может стать по какой дорожке он пойдет вопрос но вселенная хочет подсказать ему верную дорогу и это уже хороший знак ну вот мои дорогие пишите комментарии очень важно как проигрывается будете в разное время смотреть расклад и по магии расклад будет совершенно вам давать новые и полезные подсказки друзья я счастлива с вами дружить я я счастлива иметь столько друзей и тех кому я могу помогать делая то что я делаю профессионально для меня это большая честь а также большое удовольствие приходите получаете помощь от моих карт поблагодарить можно меня не только словом но и делом я же делаю расклады то есть я благо я благодарю вас во первых да и делаю дела для вас добрые дела только я светлый маг и можно поблагодарить меня донатом у меня на сайте переход на сайт есть под каждым видео колена the road.com я буду очень благодарна даже за 50 центов в месяц это будет для меня помочь чтобы я продолжала работать потому что я завишу от меценатов я независимый человеком я никому никому не служу и я работаю для вас абсолютно независимо то есть если бы у меня были клиенты я была бы зависима от клиентов и здесь бы показывала что я умею но поскольку у меня нет клиентов потому что много подписчиков у меня есть перед вами обязательства то я делаю расклады чтобы вам помогать они живые они многим помогают можно стать спонсором канала я буду благодарна за это тоже я желаю вам счастья всего самого лучшего и я знаю что мы скоро и очень обязательно увидимся